МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Елена Бавкова и главное в выпуске. Новая эпоха в истории телевидения. Омский регион перешел на цифру. Запахло паленым. Вы продали нелегальный алкоголь. Давайте не будем обострять обстановку. Просто выйдите, купюру отдайте, все оформим. Продавцов контрафакта на чистую воду вывели агенты под прикрытием. Старинная скрипка ручной работы для самых юных виртуозов. Мы обсуждали как раз с Владимиром Теодоровичем, чтобы, допустим, первый приз, главный приз конкурса мог получить не только музыкант старшей группы, возрастной, но и, может быть, младше. Большой приз ждет маленьких музыкантов конкурса имени Янкелевича. Недетские страсти на спортивном ринге. Какие рекорды побили участники борьбы за кубок Александра Шлеменко. И на старте хвостатые терапевты. Собаки-лекари помогли малышам одолеть дистанции в необычном забеге. Омская область перешла на цифру. Аналоговое телевещание в регионе отключили сегодня утром. В цифровой пакет вошли 20 федеральных телеканалов. Все они будут доступны для бесплатного просмотра. Техника, выпущенная после 2012 года, готова к приему цифрового сигнала. Если телевизор старше, нужно приобрести специальную приставку. Что касается 12 канала, наша телекомпания продолжит свое вещание в аналоге. Поэтому, чтобы по-прежнему оставаться в курсе всех событий региона, помимо приставки, нужно приобрести специальный кабель и подключить к домашней антенне. Если сложности перехода у мячей на цифру все-таки возникли, помогут волонтеры и специалисты. Свои вопросы можно задавать по телефону горячей линии. Ее номер 790738. Звонки принимают с 8 утра и до 10 вечера. Отмечу, что еженедельно сюда поступает 4,5 тысячи обращений. В Омске появится единый центр помощи онкобольным детям. Об этом заявил Александр Бурков. Накануне он посетил гематологическое отделение областной детской клинической больницы. Здесь помогают малышам с тяжелейшей патологией или козом. Сегодня на учете почти три сотни ребят со всей области. По словам медиков, им проводят самую современную лучевую терапию. А теперь онкологи еще и предложили создать на базе отделения единый центр помощи. Таким образом, можно было бы разгрузить онкодиспансер, где сегодня дети тоже проходят лечение. Новую медицинскую площадку планируют оснастить по последнему слову техники. Предполагается, что здесь будут помогать даже иностранным пациентам. Это может стать экспортным центром медицинских услуг. То есть экспорт медицинских услуг, о чем сегодня также говорит президент, необходимо делать. И мы знаем, что у нашего отделения гематология уже имя. Сюда едут люди из других стран, даже из других регионов. Именно понимают, какой высокий процент, не побоюсь этого слова, наверное, выживаемости, спасения детской жизни. Вот это очень важно. Алкоголь на полмиллиона продавцы контрафактной водки заплатят солидный штраф в 505 тысяч рублей. Протокол на такую общую сумму составили специалисты Омского Роспотребнадзора. За полгода эксперты ведомства проверили более 40 магазинов и киосков, торгующих алкоголем, и выяснили, подавляющее большинство работает с нарушениями. Вывести на чистую воду торговцев контрафактом пытаются и активисты проекта «Народный контроль». Совместно с полицией выходят в рейды и проводят контрольные закупки. Елена Смирнова продолжит. Из-за всегда-то пятийных заведений в агента под прикрытием. Сегодня миссия не просто подешевле купить бутылку горячительного, интересует товар без документов и акцизов. Местный житель помогает активистам «Народного контроля» и полиции выводить из тени торговцев контрафактом. В магазин отправляется слегка пошатываясь, дабы не вызывать подозрений. И вооруженный микрофоном, чтобы съемочная группа и активисты слышали, что происходит в ларьке. Купюру, как и положено, заранее сфотографировали. Организаторы рейда рассказывают, схема продажи, паленой водки все время усовершенствуются, а торговцы идут все на новые ухищрения. Продают по паролям или прошел ты свой фейс-контроль, как говорится, или нет. Конечно, могут поставить бутылку на витрину, написать у него ценник 3,50. И при этом, если это как ассортимент, грубо, да, но если ты спрашиваешь, что это, говорят, мы бутылки принимаем по 3,50. Но, несмотря на все уловки, вид постоянного покупателя усыпляет бдительность продавцам. Девушка, не моргнув глазом, отпускает коктейль из этанола за относительно небольшую плату. Как и предполагалось, без документов и акцизов, откуда привезли товар, где он произведен, и кто гарантирует качество или хотя бы безопасность, не ясно. Ответить на эти вопросы сотрудница киоска не смогла ни журналистам, ни участковому. Оказалось, ларек в полицейских сводках фигурирует не впервые. Горячительные здесь могут приобрести не только взрослые, но и подростки. Вы когда продаете, вы смело, а когда сразу, а теперь камера, почему камера? Ну конечно, а у нас рейд по алкогольной продукции. Потому что мало того, что продаете ладно алкоголикам нелегальную, так мало того, что еще и продаете ее и несовершеннолетним. Вы продали нелегальный алкоголь. Давайте не будем обострять обстановку. Просто выйдите, купюру отдайте, все оформим и все. Какую купюру это надо? 100 рублевую я вам скажу по номерам. Специалисты подсчитали, за последние пять лет россияне стали употреблять спиртное, вдвое меньше, снижается и количество отравлений паленым алкоголем. Однако статистика все еще печальная. Только за прошлый год контрафактная водка унесла более двух сотен жизней мечей. Продавцов с нелегального рынка не выгоняют ни уголовные дела, ни миллионные штрафы. И, видимо, окончательно паленый алкоголь исчезнет с полок, только вместе со спросом, который, как известно, и рождает предложение. В Омске на 78-м году жизни скончался известный юрист и политик, бывший генпрокурор России Алексей Казанник. Печальную новость сообщили в университете имени Достоевского, где Алексей Иванович работал преподавателем. Родился он в 41-м году на Украине, в крестьянской семье. В 67-м окончил юрфак Иркутского госуниверситета. А в 75-м приехал в Омск. В начале 90-х Казанник получил известность после того, как в ходе избрания Верховный Совет Советского Союза уступил свое место Борису Ельцину. С октября 93-го по апрель 94-го занимал должность генерального прокурора России. С 96-го по 2003-й был вице-губернатором Омской области. Прощание с Алексеем Казанником состоится завтра с 11 до 13 часов в корпусе юрфака УМГУ. Похоронят известного меча на Старосеверном мемориальном кладбище. Соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Александр Бурков. По словам главы региона, жизненный путь Алексея Казанника останется примером для всех, кто работает на благо России. Где бы ни работал Алексей Иванович, какой бы деятельностью ни занимался, он всегда действовал как профессионал и принципиально стоял на страже закона. Алексей Иванович воспитал несколько поколений юристов, многое сделал для принятия важных государственных решений. Его имя навсегда вписано в историю России и Омской области. Старинную скрипку ручной работы гран-при международного конкурса имени Инкелевича сможет выиграть любой участник, независимо от того, сколько ему лет. Такое решение на личной встрече приняли глава региона Александр Бурков и почетный президент форума Владимир Спилаков. Сейчас по условиям конкурса ценный инструмент вручают только победителю в старшей возрастной категории от 15 до 25 лет. Но, как отметил губернатор, маленькие звездочки встречаются и среди совсем юных музыкантов. Еще одним новшеством станет выступление на конкурсе победителей прошлых лет. Первые решили пригласить обладательницу гран-при четвертого конкурса, испанку Марию Дуэннис. Марию Дуэннис хорошо было бы заранее пригласить, чтобы люди посмотрели, кому мы дали премию. Сейчас у нас с ней турне в Европе и в Испании будет. Я вот королеву приглашу на этот концерт в ноябре месяце. На встрече Александр Бурков и Владимир Спилаков также обсудили идею виртуальных концертов. Возможность транслировать выступления Национального филармонического оркестра в сельских фенозалах. Так, исполнением классической музыки одного из лучших коллективов страны смогут насладиться все жители региона. В эти дни на главной сцене Омской филармонии проходит фестиваль. Владимир Спилаков приглашает. В зале неизменный аншлаг. На концерте открытий Национальный филармонический оркестр исполнял музыку французского композитора Мориса Равеля. Каждый выход на сцену маэстро Спилакова о мече встречали громом аплодисментов. Я вчера прошелся по Иртышской набережной. Люди останавливались и говорили, мы так вас любим, мы так вас ждем, мы целый год ждем этих концертов. Ну, конечно, это есть вещи, которые не купишь. Не за какие деньги. Это огромное счастье. Знать, что тебя ждут, что тебя любят, что полный зал приходит все время. Ну и такая обстановка и атмосфера, что хочется отнести людям радость. Все, что есть в музыке и чего нам не хватает в жизни. В программу трех концертов фестиваля Владимир Спилаков приглашает. Вошли выступления Андрея Коробейникова, известного во всем мире виртуоза-пианиста, а также одаренных молодых музыкантов. Сегодня вечером на сцене концертного зала для мячей будет петь «Землячка». Выпускница училища имени Шабалина, сейчас солистка Большого театра России Екатерина Морозова. Масштабное спортивное событие в Омске. Кубок звезды ММА Александра Шлеменко разыграли в эти выходные. Это единственный в России детский турнир такого уровня. Он проходит уже в четвертый раз и в этом году побил несколько рекордов. Количество участников увеличилось. За медали боролись 400 спортсменов из разных регионов России и впервые из Казахстана. Бои продолжались три дня. Кто взял главные трофеи, расскажет Юлия Думанова. Финальные поединки в ринге спортсмена от 9 до 18 лет. В красном углу о мяч Павел Шпак. В школе шторм занимается уже три года. Сегодня соперник сильный, но бой заканчивается досрочно. Минута 56 секунд. Победа нокаутом. Ну рассчитывал на победу, тренера подсказывали постоянно. На ринге не детские страсти, трибуны переполнены. Некоторые пришли болеть за своих бойцов семьями. Эмоции зашкаливают. Руками! Три минуты на бой в младшей группе, шесть для тех, кто постарше. В этом году за кубок Александра Шлеменко борются представители двух стран России и Казахстана. Бойцы из Нур-Султана, Тюмени, Камчатки, Новосибирска, Иркутска. За поединками все три дня, что шел кубок, наблюдает основатель турнира. Если вы проигрываете, если где-то терпите неудачу, значит вас в жизни кто-то любит, я имею в виду свыше, и дает вам возможность стать лучше. Нужно правильно подойти к этому вопросу, обвинить в этом только себя, не искать краник, не искать виноватых, стать сильнее и вернуться чемпионом. Конкуренцию омским парням составляют гости. Рома Воропаев проехал почти полторы тысячи километров, чтобы принять участие в турнире. Он из города Белово, это Кировская область. Сегодня уезжает с победой. Я знал, что соперник сильный. Я видела его в предыдущие бои. Соперник очень сильный. На ударке очень, по имени, работают хорошо. Антон Трофимов, тренер сборной из Кировской области. Команда на турнир приезжает второй год подряд. Турнир довольно-таки крупный. Это единственный турнир в Сибирском федеральном округе, который собирает такое большое количество спортсменов. И они здесь все эти туловные. В этом году омские ребята увезли с первенства России четыре первых места. Мы приехали здесь помириться с силами. Сегодня Кубок Шлеменко – единственный в России детский турнир такого уровня по смешанным единоборствам. В этом году бьет рекорды. Наш турнир в этом году побил сразу несколько рекордов. Это, во-первых, рекорд по числу участников. У нас более 400 спортсменов. Это рекорд по количеству регионов, по количеству команд. 31 команда приехала. Особо хочется отметить, что это медаль четвертого турнира. Она сделана по эксклюзивному дизайну. Специально была разработана под наш турнир с изображением Александра, как главного символа этого мероприятия. Большинство трофеев Кубка Шлеменко взяли воспитанники авторской школы единоборств «Шторм». И кто знает, может уже через несколько лет кто-то из этих ребят станет новым чемпионом. И его имя узнает весь мир. Юлия Думанова и Сергей Никифоров, 12 канал. Ликвидировали ДТП, спасали утопающего и предотвратили выброс смертельно опасных химикатов. Полторы сотни школьников приняли участие в школе безопасности регионального МЧС. Областной слет по традиции прошел на территории детского лагеря «Пламя». Сначала профессиональные спасатели показали участникам, как устранять последствия ЧП, а затем передали ребятам канаты и гидравлические ножницы. По словам пожарных, несмотря на непростые испытания, все школьники справились с ними на отлично. Оперативность и слаженность ребята показали даже в самом сложном состязании – гонках на выживание. В тяжелых защитных костюмах юным спасателям пришлось преодолеть завалы и транспортировать пострадавшего. Самое трудное было дойти, отдать сюда. Все учили, тренировались в спортзале, натягивали веревки и готовились. Лучшим и по результатам соревнований стали ученики Тарской школы. Они успешно прошли сразу два испытания – юный водник и маршрут выживания. Пожар быстрее всех потушили школьники из колоссовки, а наибольшее количество баллов в первенстве юный спасатель набрала команда Кормиловского района. Пробежали стометровку на четырех лапах. В автобронетанковом институте прошли старты для собак. На дистанцию вышли хаски, маламуты и терьеры. Правда, не одни. Компанию «Пушистым четвероногим» составили больше полусотни малышей, в том числе и ребята с ограниченными возможностями здоровья. На пару с хвостатыми терапевтами все дети добежали до финиша. Никто с дистанции не сошел. Это несмотря на то, что некоторые из ребят страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата. Хвостатый забег проходит в нашем городе уже в третий раз. В этом году он стал самым масштабным. К слову, без наград никто не остался. Всем участникам вручили памятные призы и дипломы. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Завтра, 4 июня, в регионе переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха в районах ночью плюс 8, плюс 13, днем до плюс 22. В Омске ночью 10 градусов выше нуля. Днем термометры покажут 21 градус со знаком плюс. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин